Какая биржа самая безопасная на данный момент? Из централизированных бирж, как Binance, самая безопасная это, соответственно, Binance, Bybit и OKEx. Binance. Про Binance в последнее время ничего хорошего я не слышал. Наоборот, что там какие-то ограничения и так дальше. Ну, эти ограничения там действуют от очень больших сумм, и если вот, допустим, вы из России, то вам лучше пользоваться Bybit. Просто, чтобы не рисковать. Bybit. И какой? Да, и в целом все. Из крупных бирж самый безопасный для русских это Bybit. Binance, Binance и Bybit. Да. Так, а в чем разница между Binance и Bybit? Ну, Binance просто самый крупный, он держит больше половины всего рынка. Bybit и OKEx это топ-2 биржи, соответственно, на рынке, и по безопасности они... OKEx прозвучало. Так, про Binance. Когда они появились и, ну, к объеме, как-то понимать, сколько на Binance из общего рынка хранится, сколько на Bybit? Ну, на Binance, например, хранится около 60-70%. Они начали терять объем из-за того, что Чампенаджао, директора Binance засудили, и из-за этого люди начали переходить, в основном СНГшная аудитория начала переходить на Bybit OKEx. И Bybit с OKEx начали расти из-за того, что, соответственно, впитали в себя весь контингент с Binance. Так, Binance китайцы, да? Binance уже нет. Они зарегистрированы, насколько я помню, в... У них есть несколько офисов, поэтому не могу точно сказать. OK, Bybit. Что это за биржа? Bybit – китайская биржа. У них нет ограничений для русских, то есть можно спокойно заводить, выводить рубли. И по безопасности и по размеру она сопоставима вот с OKEx. Так, процент на рынке у Bybit? Не могу точно сказать. Я думаю, около 15%. Это чисто мысли вслух, надо гуглить. OKEx. Название же такое придумали. OKEx – вот тоже топ-2 биржа, она практически наравне с Bybit, объем почти тот же. Использовать советую сразу все три, только из-за того, что у них есть, соответственно, свои там акции, и они как бы борются за аудиторию, из-за этого привлекают ее всякими денежными вознаграждениями. Поэтому я советую пользоваться сразу тремя. OK, Binance, Bybit, как-то звучит OK. Да, а вот OKEx – это что? OKEx – это вот тоже биржа, которая... Откуда? Она достаточно старая биржа, вроде тоже корни китайские, но зарегистрирована в другом регионе, тоже надо будет гуглить. Но в чем их вообще прикол? Они стрельнули, когда в прошлом цикле Bybit, например, делал офигенные программы по завлечению клиентов, то есть регистрируешься, тебе там 100 долларов дают или 50, из-за этого много людей... Ну, то есть из-за этого она выстрела, она брала обороты. И потом OKEx практически сделал то же самое, они сделали ребрендинг, то есть раньше был тоже OKEx, сейчас это OKEx, и после ребрендинга, соответственно, тоже начали набирать хорошо аудиторию из-за хороших, соответственно, программ, лояльности и подобного. А сколько у OKEx? Приблизительно на парчика. Ну, приблизительно тоже 15%, то есть Bybit, Binance, OKEx, они держат почти, ну не знаю, там 80% рынка. Третий, ой, четвертый, это Coinbase, это американская биржа, ну, соответственно, русскими и, в принципе, страны СНГ людям не советую им пользоваться. Это больше для институционалов и граждан Америки. Так, ну, как Мамонт, задам вопрос от Мамонта, а как же у нас с Полониксом? Полоникс, ну, хорошая, вернее, нет, сейчас уже, я лично считаю, не хорошей биржей, она достаточно старая, она, насколько я знаю, выкуплена Джастином Саном. Джастин Сан – это владелец Tron, сеть вот TRX, там, где вот все USDT перечисляют. Джастин Сан выкупил еще и Хобби, вот, Полоникс и Хобби, они как бы начали банкротиться по чуть-чуть, ну, как сказать, банкротиться, они начали там сдавать позиции, он их выкупил, и сейчас по текущей информации у них есть проблемы. Проблемы с балансами, проблемы с самим Джастином Саном, потому что к нему присматривается американское правительство и выдвигают обвинения. Поэтому я бы не рисковал и не пользовался такой биржей. Ну, видишь, я с 2018 года там Мамонтил на этом Полониксе, и все было хорошо, и тут на тебе. Заблокировали счет? Нет, счет не заблокировали, они делали блокировки вывода, они начали какую-то там такую лють творить, что пришлось, конечно, уйти, но хотя мне очень нравилось торговать именно на этой бирже. Обычно биржи такое делают, когда у них все плохо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА